Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео мы с вами поговорим про электронное разрешение для въезда в Израиль. С 1 июля оно теперь требуется от всех туристов, въезжающих из стран, с которыми у Израиля безвизовый режим. То есть, если, к примеру, вы въезжаете в Израиль из России, Украины, Беларуси и других стран, то вам необходимо обязательно иметь это электронное разрешение для въезда в Израиль. Его можно оформить на сайте МВД Израиля, но единственный момент, что весь текст полностью на английском. Поэтому, если у вас есть трудности в заполнении данной анкеты для электронного разрешения, то можете обращаться ко мне и за небольшой донат на развитие моего канала, небольшое пожертвование, я сделаю вам это разрешение на въезд в Израиль. А теперь подробнее поговорим про него, что и как работает. Итак, когда вы заполняете анкету на электронное разрешение для въезда в Израиль, то вы получаете разрешение на 2 года, но не с даты предполагаемой поездки, а именно с дня, когда вы заполняли. Например, если заполним сегодня, а у нас сегодня 5 июля, то она будет действовать ровно 2 года до 5 июля 26 года. В чем плюс? Смотрите, до 1 августа вы можете бесплатно заполнять анкету на электронное разрешение, а с 1 августа его стоимость уже будет составлять 25 шекелей или же 7 долларов. Эти деньги уплачиваются в конце заполнения электронного разрешения на сайте и идут, так сказать, в казну Израиля. Еще один очень важный момент, что если срок действия вашего паспорта меньше 2 лет, то это электронное разрешение будет выдано вам именно до конца действия вашего паспорта, который вы указываете в анкете. Кстати, обратите внимание, это очень важно. У Израиля есть свои правила. Сколько должен действовать паспорт туриста на момент въезда в Израиль? Минимум 6 месяцев. Поэтому проверьте свои паспорта перед тем, как лететь в Израиль. Может быть, стоит уже сделать и новый. Следующий важный момент, то, что не нужно загружать авиабилеты к анкете, вместе с анкетой, когда вы заполняете это разрешение на въезд. Это очень удобно, потому что сейчас, к примеру, вы уже, может быть, знаете, что в течение ближайших двух лет вы все-таки рано или поздно приедете в Израиль. И поэтому, таким образом, вы могли бы сделать себе это разрешение уже сейчас. И оно уже у вас будет на руках на тот момент, когда вы поедете. И большой плюс снова в том, что вы можете делать его бесплатно на данном этапе до 1 августа. Вот, в принципе, это главные и важные вещи, которые стоит учесть. Мы уже заполнили несколько таких разрешений для своих знакомых, для моей мамы. И везде и всюду мы видим, что результат приходит практически мгновенно, спустя 2 минуты после того, как мы заполнили анкету для электронного разрешения. И те, для кого уже было заполнено, это люди, которые работают и которые на пенсии. Вот именно для этой категории. Итак, если это видео вам было полезно и пригодится в будущем, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. Пока-пока! Пока!